В эфире новости на шестом канале, в студии Алексей Дудин. Здравствуйте. Простились с первым губернатором. Во Владимире в последний путь проводили Юрия Власова. Он руководил областью с 1991 по 1996 годы. Юрий Васильевич стал первым, кто занял должность главы областной администрации после ее учреждения. Прощание прошло в Сретенском храме Владимира. Каким был первый руководитель, вспомнит Валерия Саенко. В храме немноголюдно. В последний путь Юрия Власова провожают в основном сослуживцы и родственники. О первом губернаторе вспоминают. Трудолюбивый, отзывчивый, любил спорт, занимался наукой. Самый молодой губернатор страны. Серьезный пост занял в 30 лет. Немцов в Нижнем Новгороде был старше. Раз человек смог в 30 лет, подчеркиваю, в 30 лет, 5 лет руководить областью в такой непростой период, это был умный и талантливый человек. Тем более он был кандидат экономических наук. Он смог взять власть в то время. Первым быть всегда ведь очень тяжело, очень ответственно. И даже, наверное, страшно в то время. Но он смог это вынести, смог это пронести. Править областью в лихие 90-е было тяжело. На страну обрушилась череда потрясений. Владимирс от губернатора ждали активных действий. В 92-м году пришлось успокаивать врачей и педагогов. Люди были недовольны размером заработной платы. А в 93-м столкнулись с промышленными проблемами. За год останавливалось 71 промышленное предприятие. ВТЗ, ВЭМС, Ковровский экскаваторный завод и многие другие. Но главное, вспоминают коллеги, кризиса удалось избежать. В 96-м Власов захотел баллотироваться на второй срок. Обещал полную газификацию региона, улучшение благосостояния. Но владимирцы выбрали Виноградова. А Власова не только выпроводили из Белого дома, но и завели на него уголовное дело. Доходило до арестов, надевания наручников, что меня поразило. Я помню, задал вопрос одному бывшему прокурору, а что он бандит или что, зачем его в прокуратуру под камеры журналистов привезли в наручниках. Ну, мне сказали, что так положено. Хотя это было элемент оглумления. Ну, то есть у него очень непросто сложилась жизнь. И, видимо, непросто она и закончилась. В ноябре 1998-го без предвинения обвинения экс-губернатора посадили в одиночку Владимирского Централа. Подозревали в присвоении вверенного имущества в особо крупных размерах. Кто-то поговаривал, что экс-губернатор лечил зубы за казенный счет. Дело закончилось ничем. Суд постановил освободить Власова во время заседания. Проверку деятельности предшественника, как и говорят, организовал Николай Виноградов. Сегодня на прощание коммунист не пришел. На странице известной Владимирской журналистки Натальи Новожиловой в фейсбуке сказано, что Юрий Власов умер от кровотечения в желудке во Владимирской больнице «Красный крест». В больницу скорой помощи нам подтвердили, что смерть была скоропостижной. Спасти бывшего губернатора не успели. Близкие друзья на церемонии прощания упоминали о том, что у Власова были проблемы с сердцем. Ему было 57 лет. Всю свою жизнь отдавал как раз, как помочь Владимирской области выжить в тот серьезный период. Но, к сожалению, так получилось, что вот и болезнь, и тяжелая жизнь. И после он как-то его это сгубило, то, что он оказался как-то невостребованным у Владимирской области. Он работал в Москве. Похоронили первого губернатора Владимирской области на Улыбышево. Следят, как исполняются законы и защищают интересы граждан. 12 января свой профессиональный праздник отмечают работники прокуратуры. Эта дата была выбрана не случайно, ведь в январе 1722 года по указу императора Петра I учредили первые надзорные органы. На торжествах в честь праздника во Владимире за отличную службу, ведомственные награды и благодарности получили более 20 прокуроров региона, а также ветераны службы. Как поздравляли сотрудников прокуратуры, увидела Маргарита Махрова. Владимир Мановец в прокуратуре города Владимира более пяти лет. Сегодня за добросовестный труд его награждают благодарностью от генерального прокурора. В ходе службы приходится жертвовать своим личным временем, где-то семьей. Но эту задачу ставит нам государство и руководство прокуратуры в области, генеральную прокуратуру. Мы обязаны выполнять эти задачи, несмотря ни на какие обстоятельства. Александр Сухарев – легендарная личность не только в прокурорском сообществе региона. Надзорному ведомству отдал 33 года. На службе повидал всякое. Работал в Суздальском, Муромском районах, городе Владимире и даже в Узбекистане. Александр Петрович – юрист, правовед, журналист, наставник многих поколений молодых юристов. Сейчас на пенсии. Но продолжает активную общественную работу и пишет книги. Начинающим коллегам желает всегда с честью выполнять свой долг. Прежде всего это честность, это раз благородство, два высокого профессионализма, это три. Без этого невозможно общаться с людьми и оказывать им помощь. Свой профессиональный праздник работники прокуратуры отмечают 12 января. Дата стала знаковой благодаря Петру Первому. Именно в январе 1722-го по указу императора учредили первые надзорные органы. Сегодня сотрудники прокуратуры следят за исполнением законов и защищают интересы граждан в самых разных ситуациях. На их счету тысячи выявленных и пресеченных нарушений. Мы с гордостью можем сказать, что на территории области на протяжении многих лет уже наблюдается тенденция снижения количества зарегистрированных преступлений. Снижение количества убийств. Наблюдается тенденция снижения преступлений против собственности. Это кражи, грабежи, разбои. Практически на 20% уменьшилась преступность несовершеннолетних. С праздником прокуроров региона поздравили городские и областные власти, представители ЗАГС Собрания. Губернатор Владимир Сипягин отметил, что совместно с властями и сотрудниками МЧС прокуроры в 2018 году под особый контроль взяли торговые и развлекательные центры региона. Там проводили проверки пожарной безопасности в связи с трагедией в Кемерово, где при пожаре погибли более 60 человек, большинство дети. В 33 регионе за год провели более 500 проверок и оштрафовали 456 нарушителей требований безопасности. Как отметил глава региона в числе важных задач на будущее продолжение борьбы с коррупцией на разных уровнях. Я предлагаю, кроме этого, особое внимание уделить проведению антикоррупционных экспертиз и выявлению избыточных административных барьеров в законодательстве и в частности в сфере предпринимательства. Поздравили прокуроров и городские власти. Глава администрации Андрей Шохин рассказал, что в этом году отмечается 255 лет со дня назначения первого прокурора на Владимирской земле. Есть и еще один юбилей. 75 лет в нашей Владимирской прокуратуре. Поэтому нам повезло, мы в этом году будем отмечать две юбилейные даты. Как работают все структуры, слаженно, гармонично, планомерно. И я хочу сказать огромное спасибо за то, как работают наши сотрудники прокуратуры города Владимира. На торжествах в честь праздника во Владимире за отличную службу, ведомственные награды и благодарности получили более 20 прокуроров города и области и ветераны службы. Завершилось торжество праздничным концертом. Маргарита Махрова, Александр Мажаров, 6 канал. Незавидное соседство. Жители целой улицы в Суздале бьют тревогу из-за появления в тихом уголке древнего города еще одного мини-отеля. Люди жалуются, что строительная техника уже разрушила единственную узкую дорогу к их домам. А теперь и машины-постояльцы в гостинице сделают их жизнь небезопасной. Ведь и взрослым, и детям приходится ходить по проезжей части без тротуаров. Жители не раз обращались к местным властям и писали президенту. Только собственник участка, на котором построили отель, до сих пор игнорирует обязательства восстановить асфальт. А администрация Суздаля, как выяснилось, даже не знает о появлении нового гостиничного объекта в городе. Оксана Любимова расскажет подробности. Это масштабное строение с большим жилым домом и двухэтажной баней уже несколько лет не дает спокойно жить людям на Садовой улице в Суздале. С начала стройки на этом участке по узкой дороге без тротуаров стали ездить многотонные грузовики с щебенкой, грунтом и кирпичами. Люди говорят, проложены на их собственные деньги. Асфальт превратился в сплошные ямы и ухабины. А каждый выход за забор собственного дома в страх оказаться под колесами. Постоянно грязь, щебенка, шум, пыль. То есть неудобств было очень много. После строительства, естественно, дорога постепенно превращалась, мягко говоря, в руины. У нас гуляют маленькие дети. У нас приезжали многотонные 20-тонные машины по 50 рейсов в день. Мы перекрывали несколько раз людьми, но мы не можем стоять здесь. Жители Садовой говорят, по масштабам стройки сразу стало понятно. По соседству будет не просто жилой дом, а гостиница. И транспортный поток на улице уже не прекратится. Люди перестали выпускать детей на прогулку и стали бить тревогу. Нина Галдина рассказывает, всей улицей пытались разговаривать с застройщиком, жаловались местным властям и писали президенту. В итоге добились только гарантийного письма от собственника участка с обещаниями восстановить асфальт до конца 2017 года. И официального ответа главы города Сергея Сахарова, что разрешение выдано только на строительство жилого дома. Естественно, до этого момента ничего не было сделано. После мы многократно обращались к главе города Суздаля Сахарову Сергею Владимировичу с этим гарантийным письмом. На что он нам отвечал. Перенесен срок на весну 2018 года. И в конце 2018 года весны будут отремонтированы. Никаких продвижений нет. Дорога в ужасном состоянии находится. Кстати, собственница застроенного участка пыталась добиться разрешения еще одного подъезда к своей территории. Со стороны автодороги на улице Васильевской. Но жители этой улицы в суде отстояли свое право на спокойную жизнь. Я живу, у меня вот мои окна. Зачем мне тоже этот шум? Мы здесь все пенсионеры, это во-первых. Мы здесь сужили, дом рушится. Если они будут ездить, он начнет вообще падать. У нас было пять судов. Суд за счет того, что наш дом находится под охраной архитектуры, принадлежал купцу Еремину, мы выиграли. Хотя они уже сделали ворота. Единственным подъездом к строениям осталась только Садовая улица. Теперь жители боятся машин-постояльцев. Ведь судя по информации в интернете, по этому адресу уже вовсю работает мини-отель «Веранда» с 12 номерами и баней. Могут кого-нибудь просто или задавить. И потом и днем, и ночью это будет здесь движение. А дорога шириной 4 метра. Нет ни тротуаров, ни карманов разъездных. У нас здесь очень много пожилых людей, очень много детей. Мы просто боимся за их жизнь. То, что опасения жителей не напрасны, стало понятно после разговора с владелицей мини-отеля. Наталья Богданова подтвердила, что заведение за забором уже работает. В Новый год оно принимало постояльцев, и добираться до гостиницы, кроме как через Садовую, больше негде. А дорогу женщина пообещала отремонтировать весной. Когда у меня закончились работы, то фирма, которая должна была восстановить, она сказала, что это уже невозможно, потому что уже не тот был период. Поэтому все ваши законные, абсолютно разделяемые мной претензии по поводу нарушения дороги, они будут все восстановлены, как только это позволит погода. Сейчас по снегу, естественно, я этого делать не могу. Поставляю из моего мини-отеля, могут ездить там, где есть дорога. Сейчас у нас дорога только одна. За разъяснениями мы обратились к руководству Суздаля. Глава администрации Сергей Сахаров комментировать ситуацию с проездом на Садовую улицу отказался, переадресовав вопросы к юристам. В юридическом отделе подтвердили перенос сроков ремонта дороги. А вот появление в городе нового мини-отеля стало для сотрудников администрации открытием. И, по их словам, поводом для организации внеплановой межведомственной проверки с участием прокуратуры и Росреестра. Дом имеет статус жилой, строение, вернее, которое находится на земельном участке. И сам вид разрешенного использования указанного земельного участка – это индивидуальное жилищное строительство. О наличии там гостиницы, в принципе, исходя из тех документов, которые у собственника на руках имеются, не может быть и речи. Поэтому та информация, которая от вас поступила и поступила от жителей этой улицы, будет проверена. Мы тоже просим Суздальской межрайонной прокуратуры считать этот материал официальным запросом и будем следить за развитием событий. Кстати, 23 января жители и собственницы мини-отеля намерены прийти к Сергею Сахарову на личный прием. Оксана Любимова, Дмитрий Журавлев, 6 канал. А теперь коротко расскажем о других новостях. Начальника Суздальской районной станции по борьбе с болезнями животных обвинили в превышении должностных поломочий. По версии следствия, чиновник сделал так, что одному из мясопереработчиков в течение трех лет ветеринарные услуги оказывались по заниженной цене. В результате недополучено около 10 миллионов рублей, что сопоставимо с двухлетним финансированием данного учреждения. В отношении руководителя Суздальской районной станции по борьбе с болезнями животных возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает региональная УФСБ. На Оке транспортная полиция задержала браконьера. 52-летний местный житель применял незаконный способ вылова рыбы с помощью косынок в количестве 12 штук. Запрещенные орудия лова и улов изъяты, возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы. Пожилая женщина найдена мертвой после пожара. Возгорание произошло в одном из нежилых домов села Туртина Суздальского района. Строение деревянное, одноэтажное, электричества в нем не было, но была печка. По предварительным данным, ее женщина и затопила, чтобы согреться. Оставленная без присмотра печь, возможно, и стала причиной пожара. Его площадь составила 90 квадратных метров, на тушение выезжало 4 единицы техники и 12 человек. Про погибшую женщину известно, что она 1940 года рождения. Детская студия «Русь» областного центра народного творчества удостоена гран-при международного фестиваля конкурса «Слияние культур». Он проходил в Казани. Участниками форума стали 86 коллективов и исполнителей из разных регионов России. Детская вокально-хореографическая студия «Русь» под руководством заслуженного артиста Виталия Антонова выступала в номинации «Фольклорное творчество. Ансамбль. Смешанная младшая возрастная категория». Отдельные исполнители и хореографические номера коллектива были представлены и в других номинациях и были удостоены дипломов первой степени. Во Владимире состоялась интеллектуальная игра «Экознатоки». Школьники соревновались в знаниях особо охраняемых природных территорий России и нашего края. Турнир проводился в Музее природы. Умственные состязания были приурочены к Дню заповедников и национальных парков. Он отмечается 11 января. Насколько легкими были вопросы из мира природы, расскажет Алексей Домнин. Какая птица каждый год плетет для своих птенцов теплые пуховые варежки? Какую безобидную змею можно спутать с ядовитой гадюкой? Как называется единственный национальный парк на территории Владимирского региона? И в каком заказнике на территории области можно встретить зубра? На все эти вопросы давали свои ответы школьники города Владимира. Сантаки встретились в Музее природы. Сама атмосфера именно на этой игре очень прекрасна. То есть все команды сидят, общаются, более-менее отвечаем, конечно. Ну и были трудные вопросы, довольно простые. Экотурнир проходил по аналогии с известной телепередачей «Своя игра». Командам предстояло выбрать категорию вопросов, каждая из которых предполагала 5 заданий. Причем задание можно было выбрать такое, за которое давали от 5 до 25 баллов. Все зависело от степени сложности. И если все знали, о какой примете идет речь, когда ласточки низко летят над землей, то о том, что активация бобров в зимнее время – признак надвигающегося ледостава, вызвала у зонтаков затруднения. Давайте о опыты. Давайте особо гонимте территорию. Давайте о опыты. Особо гонимте территорию. Экозонтаки узнали о том, что медведь у многих народов считался предком, поскольку его след напоминает человеческий. О том, что если под сосной гора шишек, то здесь явно кто-то проработал клювом. 35 вопросов, больше 30 новых знаний о природе. Подобные турниры носят не только образовательный характер, рассказывают организаторы, но и в целом вовлекают всех заинтересованных в тайный мир природы родного края. Мы считаем, дирекция особо охраняемых природных территорий, что если мы через такие игры, через интерактивные, доступные игры будем доносить интересно информацию о нашей природе, то дети будут совершенно по-другому относиться ко всему окружающему вокруг них. Подобные мероприятия такого плана у нас уже не первый год проходят совместно с дирекцией особо охраняемых природных территорий Владимирской области. Мы с ними плодотворно сотрудничаем, проводим совместные исследования, совместные викторины, как сегодня. Зимние маршрутные учеты проводим, животных по снегу. То есть это у нас давняя уже традиция, уже традиция сложилась такая. По итогам игры золото досталось 36-й школе. Второе и третье место поделили 35-й и 31-й школы соответственно. Деревянная медаль у школы номер 25. Лучшие из лучших получили футболки и тарелки с изображением зубра европейского. Организаторы намерены и дальше продолжать знакомить учащихся Владимира с миром природы. Алексей Домнин, Егор Хребко, 6-й канал. Сходить на каток, побывать на мистическом литературном вечере, ради забега превратиться в Деда Мороза или Снегурочку и отметить Старый Новый год. В эти выходные владимирцев и гостей города ждет много интересных событий. О самых ярких расскажем в нашей афише. Парк культуры и отдыха Добросельский 12 января в субботу в 11 утра приглашает на развлекательную программу «Снежный калейдоскоп». В этот же день в дружбе юным гостям предлагают раскрыть секреты самого холодного времени года. Там проведут развивающие игры под названием «Загадки волшебницы зимы». В полдень посетителей Центрального парка ждет развлекательная программа «12 месяцев». Воскресенье загородный парк предлагает посетителям позаботиться о пернатых обитателей городов, которым зимой особенно нужна помощь. В 12.00 там пройдет экологическая акция «Каждой птице свой дом», в рамках которой можно будет смастерить кормушку или домик для птиц. В областной библиотеке для детей и молодежи 13 января проведут литературно-мистическую встречу для читателей от 12 до 16 лет. В темной комнате сотрудники библиотеки познакомят всех желающих с захватывающими произведениями классической русской литературы. Встреча пройдет в 16.00 на Мира-51. С собой юным читателям организаторы предлагают захватить фонарики. Любители активного отдыха на свежем воздухе приглашают открытые катки города. Так, например, один из них в самом центре Владимира на Пушкинском бульваре будет работать до конца зимы. Прокатиться по аллеям парка могут все желающие. Для детей до 18 лет и студентов вход на каток бесплатный. В воскресенье 13 января в канун Старого Нового Года во Владимире уже в восьмой раз пройдет акция «Забег Дедов Морозов и Снегурочек». Участниками могут стать все желающие. Главные условия соревнования – наличие костюма или хотя бы одной узнаваемой детали наряда главных героев праздника – Деда Мороза или Снегурочки. Зарегистрироваться можно на театральной площади с 11 утра до 11.45. Каждый участник получит персональный номер и небольшой сувенир на память. Стартует «Забег» в 12.00. Маршрут пройдет по историческому центру и завершится на Соборной площади, где подведут итоги соревнований и наградят победителей. Автомобильное движение на время «Забега» с 12 до 14.00 закроют по Дворянской, Большой Московской и Большой Нижегородской улицам на участке от Студеной горы до площади Фрунзе. Весело отметить Старый Новый год. Воскресенье приглашает Дом культуры молодежи. В зале княжеских палат, оформленном в русском стиле, зрителей ждут зажигательная музыкальная и танцевальная программа от Владимирских коллективов. Начало в 17.00. На этом у меня все. Я желаю вам хороших выходных и до встречи. Сегодня ночью у Владимира будет малооблачно и без осадков. Столбики термометров покажут минус 11, минус 13 градусов. По прогнозам синоптиков, завтра будет пасмурно, днем выпадет снег. Температура воздуха составит 12-14 градусов ниже нуля. Ветер юго-западный до 9 метров в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха составит 82 процента. Ветер юго-западный до 9 метров в секунду. 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 Субтитры создавал DimaTorzok